Еще раз добрый вечер. Продолжаем нашу после нашего пресс-конференцию. Наставник Владимирской торпеды Евгений Евгеньевич Дурнев. Евгений Евгеньевич, ваш комментарий и как бы за счет чего удалось сегодня победить довольно-таки неуступчивого соперника? Ну, непростая игра для нас и достаточно сложная. Она складывалась, но вы знаете, у меня сегодня какое-то было такое спокойное предчувствие перед этой игрой, что все равно победа от нас никуда не уйдет. Вот предчувствие меня не обманули. Я иногда так переживаю перед игрой, то есть за какой-то результат перед Костромой вот что-то переживал. А вот сейчас перед Смоленском, то есть было такое спокойное чувство, что все равно мы выиграем. Все равно мы выиграем, да. Скажу, что по игре первый тайм мы сыграли очень организованно. Соперник все пытался какие-то нам сюрпризы подготовить, то есть смена каких-то тактических своих перестроений. Ну, на то, как бы и футболисты, чтобы уметь перестраиваться. Первый тайм, повторюсь, очень организованно. А второй тайм с таким количеством молодых футболист играет, да, вот у нас играет Егор. Такое количество каких-то простых потерь, игра рвется, начинаются нервы какие-то, да, и вот это приводит к забитому голу, в наши ворота со стандарта. Вот, хорошо, что быстро отыгрались, а потом просто играли второй тайм, я вам скажу так, что просто играли по счету. Мы знаем свои силы, свои возможности, мы играли так, как планировали. Вот, кто там, что там подумает, да, как мы играли. Ну, одну игру мы играем так, вторую игру играем так. Мы свои силы, как бы возможности знаем, и это все учитываем. Вот, все. Вопросы, господа? Можно вопрос о нем с тем, если? Вот, формирование команды уже закончено, это, потому что последние два игрока, по-моему, не сильно заявка, да, что вы об этом могли сказать по поводу атакующей линии? Формирование во всех командах закончилось вчера, вот, последний день. Мы еще задолго до этого, наверное, за неделю, мы Валеру Малышову, нашего Валерия, как бы опытного футболиста, заявили, вы сегодня увидели же на поле. Да, и у нас еще один есть футболист, которого мы заявили, это тоже нападающий центральный, ну, более молодой, вот, но сейчас он немножечко еще восстанавливается после травм, то есть его прибытие, прям вот, в основной состав мы ожидаем, ну, наверное, в ближайшую неделю. Вот, вот, так что у нас вот таких два изменения, именно в переднюю линию, я еще раз повторюсь, что мы все свои проблемы знаем, как бы все моменты, болячки, как бы, да, знают. Есть просто какие-то возможности, и, возможно, они ограничены, но мы делаем все возможное для того, чтобы поправить какие-то свои моменты. Евгений Евгеньевич, как показалось со стороны, что сегодня играл, в общем-то, равная была, равный соперник, и вы играли, в общем-то, в открытый, сегодня шел открытый футбол, вы согласны с этим? Ну, я скажу, что мы играли во втором тайме от обороны, мы играли в позиционной обороне, соперник больше владел мячом, во-первых, да, больше владел, хотели поймать соперника на контратаке, опять же скажу, нам много не удавалось, но мы знаем свои проблемы, вот, был определенный план на игру, мы его выполнили, тем более знали, что соперник для нас не очень удобный, Смоленск, да, крепкая команда, крепкая команда, не играют они в качественный футбол, молодцы ребятками, да, но они решают свои задачи, мы решаем свои задачи, вот, мы свой план выполнили, я думаю, что они нет, но это все, как бы рекомендую. Еще вопросы? Евгений Евгеньевич, ваш смоленский коллега выразил у него удивление двумя незащитными мячами, ваш комментарий к этому. Да, все, все видеокамера покажет, так что удивляться, а что еще говорить, да, если бы меня тоже не засчитали два гола, я бы тоже сказал, я тоже чему-то удивлен, да, я удивлен был красной карточке, да, 20-й минуте в матче с Коломной, ну, я об этом сказал, не надо что-то говорить, да, ну, и также тренер соперника, мой коллега, естественно, два гола забили, ну, пожалуйста, давайте посмотрим, да, говорить можно все, что угодно, но, наверное, если он прав, я извинюсь, если он не прав, то, наверное, это просто, как бы, да, ну, комментарий к началу. Еще вопросы? Спасибо. Все, спасибо. Адин, Гладышев футболист, бытовая травма у человека, да? Голиков. Голиков? Гладышева вы сегодня на поле видели, Гладышева, а? Без бытового. Без бытового. Бытовая травма у человека? Бытовая. Бытовая, бытовая, ну, вы... Присяду. Хорошо, присяду, как бы два слова скажу по футболисту, по Голикову, да? Есть у нас такой футболист тоже, в линию атаки, молодой футболист. Получил перелом руки при невыясненных обстоятельствах. Говорит, что поднимался вот по нашей лестнице, знаменитый футбольный, от стадиона вверх вечером, да? Подошли двое или трое, вот, завязался разговор, в ходе которого, как бы, да, ну, численное преимущество, да, там, троих, там, выразилось каким-то, ну, вот, неприятным инцидентом, да? Ну, молодого мальчишку, как бы, да, немножечко поддубасили. Но, опять же, будем надеяться такого больше не повторится, но парень сейчас с переломом руки отпустил домой. Противник найдем? Противник? Ну, да, вот каждый вечер будем сейчас дежурить здесь на лестнице и отлавливать, да. Противников здесь тяжело найти, потому что наша лестница, как бы, да, она вечерами здесь очень светлая, освещенная, и, как бы, так сказать, с видеонаблюдением, как бы, с полным букетом, с полным букетом безопасности, как бы, да, она... Вот, поэтому, как бы, имеются такие вот проблемы, ну, ничего не поделаешь, как бы, да, ну, вот, такой вот у нас случай произошел. Только не надо в криминальном плане. Все, все, спасибо. Спасибо.